доброе утро друзья всем хорошего настроения я решилась я решилась на смену обстановке в этой комнатке вот в маленькой в моем кабинете ки уже мы разобрали диван огромный этот угловой сегодня его вывезем а в субботу уже приедет новый диванчик не очень большой но он и не маленький на нем и днем можно будет поваляться и спать на нем будет хорошо так что так что без спального места без места отдыха я не останусь но вот этот огромный диван надоевший уезжает вот у меня тут стоит вся собранная мебель сегодня мы ее сможем загрузим вывезем я здесь полы помою и буду ждать новый диванчик вот и стол этот из спальни вывезется и диван все и друзья так как диванчик будет поменьше у меня вот тот угол будет свободным а это значит что я могу покупать новую подставочку для цветов вы же знаете я не люблю пустые углы поэтому в тот угол обязательно должна встать стойка для цветов кому интересно чем все это закончится оставайтесь со мной следите за развитием событий плюсик ходит вокруг да и около со всех сторон не понимает что такое куда делится диван почему так где спать до плюшка да что такое тут натворили что такое родители тут натворили где я буду спать скажи да все проверит все сейчас проверит все углы облазит все обнюхает посмотрят где что и как и почему но все пошла я дальше все паковать убирать и и теперь вот те тилантии на коряге будут как раз не над диваном может быть конечно немножко и будут над диваном потому что диван я покупаю чуть чуть шире чем я хотел я хотела вообще на 160 диван а у нас он наверно на 180 целых 20 сантиметров я-то планировала что он будет как раз до коряги а он наверно немножко зацепит ну посмотрим вот он уселся все ну все мебель вывезли наконец-то сбылась моя мечта избавиться от этого огромного дивана полы помыла ковер почистила и сегодня забрала вот такую стойку купила на авитос рук начала смотреть ну железную я думал металлическую как вот в той комнате у меня стоят я думала металлическую какую-нибудь купить вот в магазинах они дорогие думаю так я поищу сейчас вот срок может быть продает и увидел вот такую думаю вообще замечательно она под интерьер она под мебель она подходит мне под цвет мебели красота вот эту лампу торшер забрала из зала потому что там мы ей не пользуемся и диван тоже стоит в кругу цветов и и там некуда даже прилепить но там где она стояла возле столика она ну как вам сказать вообще во первых там мешалась не смотрелось но самый большой минус мы ей там не пользовались там всегда подсветка горит там всегда светло и мы никогда не пользуемся почему сюда принесла здесь тоже подсветка горит до люди скажут здесь тоже весь или погорит подсветкой зачем она вам будет нужно нет здесь я люблю иногда допоздна сижу возле телевизора и я могу тогда свет весь отключить подсветку включить вот лампу и сидеть под ней вязать или читать как это было раньше просто потом когда я пол комнаты там заняла цветами и диванчик мужа окрестуется мне поставить некуда лампа была не у дел теперь когда 10 сейчас без дивана конечно непонятно всей такой ситуации когда диван на место встанет будет картинка уже такая завершенная более понятная будет картинка поэтому ждем дивана и так торшером я буду пользоваться потому что я буду здесь я часто здесь провожу время я буду здесь и читать и вязать а по поводу подставки для цветов оказалось что мне на нее нечего поставить да я согласна многие из вас скажут полно цветов разряди где-нибудь и принеси поставь нет и не хочу знаете почему у меня все цветы сгруппированные по видам и они все на местах уже расставлены и так что вот мне удобно за ними ухаживать и именно для этой стойки у меня ничего нет но просто снять с места на место перенести цветок какой смысл но уберу я с какой-то полки цветок надо полки все равно будет пустое потом место мне все равно ее надо будет чем-то занимать поэтому я решила что пусть она стоит пустая и вот те новинки которые будут появляться я на нее размещу вообще я планировала бы чтобы на ней были у меня другие виды монстер и филадендронов потому что это самые мои любимые цветы и они растут объемно красиво и они бы здесь смотрелись но у меня здесь еще одна мысль пришла ко мне ребенок на новый год приезжает но не ребенок простите не ребенок сын сын приезжает на новогодние каникулы потом отпуск у него будет и кухонный стол у меня там тоже немного с краю заставлен цветами там стоят дефенбахи и когда мне встал вопрос надо стол освободить по свободнее сделать и я решила что да наверное сюда сейчас принесу дефенбахи но у меня там мало сколько там четыре горшочка вот сейчас я сюда дефенбахи принесу поставлю а уже те места какие будут пустыми мы их займем постепенно когда у нас появится что-нибудь новенькая все пойду таскать цветы и буду ждать диван оставайтесь со мной не переключайтесь вот здесь друзья стояла на полу подставка вот такая же только с другими цветами конечно но здесь вот если подставка она не мешается она как бы заподлицо да вот с этой консолью то здесь вот подставка конечно она но выглядела она неплохо с цветами но она мешалась в плане том что мне проблематично было подходить вот к этому углу к аквариуму и вот здесь у меня стояли цветочки но сейчас они уехали потому что полку надо было ту подставку заселить но и вот тут новогоднюю композицию я сделать пока решила со временем все равно сюда встанет какой-нибудь цветочек на том же углу стоят и на этот угол какой-нибудь цветочек надо он как раз будет закрывать все вот эти вот устройство станет красивый цветочек устройство прикроет закроет как-то так я думаю вот стал свободненько и кухонный стол ушли вот отсюда большие мои диффенбахии а стоит сейчас здесь вот только акваферма с петушком который там плавает и вот эти отростки которые я только что посадила но перед новым годом я их уберу а стоечка из зала из зала встала вот сюда очень удобно а то мне писали и ну и что цветы на полу стоят я же говорила что это временно теперь у цветы не на полу а на стоечке вот так вот очень даже хорошо ну хоть не пишет никакой красоты у вас нету ну кому как мне все нравится мне красиво мой дом мои цветы и конечно же мне все нравится каждый хвалит себя и свое жилище и я естественно тоже хвалю себя и люблю свое жилище люблю не могу а вот так стоечка смотрится у меня сейчас с цветочками ой друзья я тут конфетку в рот засунула и не думал что так будет слышно чавканье на предыдущем кадре не могу извините так прям захотелось а так смачно я ее там жевала вот видите без диванчика как плохо в каком плане плохо не сесть книжку почитать не повязать не просто полежать возле телевизора так что друзья от дивана в пользу цветов я уж точно не откажусь вот дождусь завтра диванчик и закончу показ комнатки обновленной и как на него засяду с книжкой и буду весь день лежать и читать потому что я что-то за это время за последнее устала уже с этими пересадками с череночками с укореняшечками с перестановками с мытьем и думаю надо себе устроить день лежания ляжу книжечку возьму лампа у меня вот теперь тут есть хоть буду ее включать пользоваться вот так она мне будет светить на полочке книжечка будет лежать а то на нас зале стоял только пыль собирала муж я никогда не включал там все время подсветка здесь тоже у меня подсветка я согласна но здесь я ее буду выключать когда захочу просто полежать в тишине с книжечкой или со спицами у меня же бывает когда я не ложусь рано спать а свет уже выключать я могу там в 10 в один свет выключить а до часу до двух посидеть почитать повязать вот подход к окну есть то и на диван лазила теперь так вот так вот у меня вся комнатка выглядит ну и завтра еще с диванчиком сниму и все что у меня тут стоит замиакулькас внизу вот он он видите замиакулькас его поставил так что со всех сторон вот так вот торчит виден так здесь фикус мой до потопным уж он здесь нормально пойдет диффенбахии диффенбахии монстера альба замиакулькас черный здесь я пересаживала филогандрон фикус лировидный и вот там диффенбахии вот стойка хорошенько вместительная и по цвету она мне тут хорошо конечно на светлее чем прям венге но все равно она вписывается хорошо люблю свой дом люблю свои цветы кто бы что не говорил любите вы свои цветы любите вы свой дом своих близких родных берегите дорожите я желаю всем только счастья дождалась диванчик я конечно думала купить поуже он же вперед раскладывается хотела купить может быть вот так вот поуже а может говорит да ну зачем на нем хотя бы можно и прилечь вот так ты захочешь полежать на коротком куда ты горд ноги денешь а здесь можно как бы лечь нормально ноги вытянуть ну и разложится он хоть будет полноценное спальное место вдвоем ты если спать чтобы было свободно просторно ну и я думаю ну и да четко ца диванчик ставить вот так теперь стоит ну покрывалка я стилю потому что я тут валяюсь я могу иногда здесь из чайком с печенюшками поваляться и кошки я застилаю диваны от кошек а гость когда приходит вот снял вот это покрывало например волося таю и все а диван чистый гость сели правильно а так если не застилать застилать перед гостями скажет во боится мы диван испачкаем но если наоборот если вот на диване валяться кошкам да все в волосах пришли гости куда им сесть стелите им эти тряпочки некрасивые неудобно такое ощущение что я боюсь что они запачкают поэтому я от кошек застилаю а перед гостями снимаю чтобы они могли садиться на чистый диванчик не на волосяной потому что хоть пылесось хоть нет они раз пройдут волосе ну у кого кошки те знают о чем я говорю вот теперь корягу мне там как-то не знаю перевесить ее ли не перевесить с одной стороны вроде бы она там место и занимает нормальная а с другой стороны получилось что лампа там в углу но хотя лампа чё на нее любоваться на лампу даже не знаю вот по поводу корреки теперь у меня думки оставлять ее или все-таки ее перевесить или может быть лампу просто повеси и подвинуть сюда ближе к дивану наверное наверное лампу нужно выдвинуть сюда вперед чтобы она как раз возле дивана стояла если лежать включать ее там да наверное лампу сюда надо выдвинуть наверное так надо а корягу придется наверное снять вот вы представляете думала сейчас видео закончу что все у меня комнатка сделано а в итоге теперь понимаю что у меня еще одна головная боль куда дети эту корягу как-то мне уже она здесь не смотрится так что друзья пойду сниму корягу переставлю посмотрим что к чему получается где тут мечусь про комнате осматриваю что и как мне сделать еще да пойду снимать корягу поставлю лампу сюда ближе к дивану чтобы это она светила на диван видите ли книжка лежит а где лампа все сейчас сейчас сделаем сейчас посмотрим что дальше ну и как раз искупаю тиланте и пора их уже купать час я их сниму в кубку в кубку в баню и займусь дальше с этой корягой но по моему так лучше да и ламп придвинулась и стойку туда задвинулась место стало больше и степой теперь на месте выдвинул попрыгал задвинул а то у меня вечно мешаете его таскаю с места на мисс я на нем листок хожу сколько вы таскаю с места на место теперь буду на нем стоять и в окошко посматривать или на телевизор ну конечно когда чем сможешь по телевизору время незаметнее летит чем просто пялиться в окно сами знаете у меня там особо смотреть не на что а при желании когда будет напряг с места хамки вот там рядышком еще одна маленькая стоечка встанет так все пошла думать куда вешать корягу до плюсик для тебя диванчик тебе под цвет тебе под цвет диванчик а сейчас ставлю кусочек как вчера мы собирали диван плюс к залез прям быстренько и улегся тут пришла кнопка так с краюшку поднялась начала принюхиваться а плюсик ей прям лапой на 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 иди отсюда не забыть бы вставить этот кусочек все друзья на этом я с вами прощаюсь всем до свидания счастья здоровья берегите себя и своих близких любите свой дом любите свои цветы всем тепла и добра с вами была я любовь и мой садик цветов ковер sustain ковер конечно не айс я-то хотела какой-нибудь бежево коричневый купить диван а сын захотел серый ковер конечно был не айс положила вот такой пока маленький коврик просто чтобы когда сидишь под ногами коврик был вообще сюда напрашивается что-нибудь новенькая более современная и более такое мальчуковская несмотря на большое количество цветов и несмотря на то что я здесь обитаю больше всего все равно это комната сына и я хочу чтобы она выглядела более так по-мужски так что коврик сюда мне напрашивается буду смотреть как раз к новому году сын приедет мы с ним вместе выберем ему будет подарок на новый год новый диван новый ковер а мне подарок вот та полочка с цветочками в общем друзья из того что было пока вот так но все равно это лучше чем ковер правильно к большой который лежал тут сюда не не это не очень а в мою комнату он как раз хорошо у меня там под интерьер мой тот ковер как раз вписывается а тем более друзья он мне дорог как память это ковер подарок от мамы мне на свадьбу представляете сколько ему лет так что еще хотел сказать по поводу коряги по поводу коряги место я придумала жду мужа чтобы ее повесить и в общем то это будет совсем другая история последний штрих купили ковер и теперь вот так и теперь вот так и на этом все